Приветствую вас! Простите, пожалуйста, за неудобства, доставленные вам в виде не очень хорошо работающего сайта. И как следствие маленького количества ответов, обычно сайт работает лучше, а ответы поступают быстрее. Ну вот, сегодня почему-то технические неполадки на сайте возникли, надеюсь, что это не помешает вам получить поддержку, рекомендации и так далее. Я прочитал ваш вопрос и готов на него ответить. Я буду читать ваш текст и по ходу текста буду давать какие-то комментарии. Итак, у меня депрессия, сразу в ходу, у вас депрессия, значит, ну тут нужно сказать, что именно диагноз депрессия ставит врач, врач, психотерапевт, либо психиатр, либо клинический психолог, и вот только эти категории людей могут диагностировать у вас депрессию. Кроме того, при наличии заболевания, вам будет назначено лечение, то есть вам нужно обследоваться, вам нужно диагностирование, и вот в результате диагностирования, вам будет поставлен соответствующий диагноз, и назначено лечение. Лечение, как правило, назначается в том числе и медикаментозное. Вот. Это первое. Значит, если диагноза у вас нет, то в таком случае, я думаю, что у вас не депрессия, а депрессивное состояние, что в общем и целом нормально, с учетом того, что вам пришлось пережить, с учетом того, в какой ситуации вы оказались. И надо сказать, что, ну вот вы не пишете здесь, сколько времени прошло, с тех пор, как мужчина вас бросил, но надо сказать, что если он действительно вас бросил недавно, именно недавно, то это нормально, что вы сейчас вот так переживаете, это нормально, что вы сейчас находитесь в таком регрессном состоянии, да, то есть регрессивное состояние, это состояние, в котором человек нуждается в том, чтобы, ну, как-то вот, побыть медленнее с собой, а отдохнуть и так далее, то есть прийти в себя. И в этом контексте все, что вам нужно сейчас, это какое-то количество свободного времени, для того, чтобы привести свою психику, свое сознание в норму, чтобы добраться с мыслями, чтобы вспомнить, кто вы, потому что это то, что вы забыли, вы забыли, кто вы, вы забыли, вы забыли свои ценности, вы забыли свои взгляды, свои приоритеты, свое желание, потому что мужчина вас подавлял. И именно потому, что вы забыли, кто вы, вы сейчас и переживаете. То есть, давайте честно скажем с вами так, что если у вас была любовная зависимость, то вы в человеке растворяете. Если вы растворяетесь в человеке, значит, вы теряете себя. И если вы теряете себя, это означает, что вы начинаете жить чужими взглядами, чужими желаниями, чужими приоритетами. Но ваши желания, они ведь никуда не деваются, они все равно остаются, они все равно остаются с вами, они все равно остаются с вами. И они дают о себе знать, чем больше, тем больше вы находитесь в этом вот состоянии, в состоянии, когда вы подавляете себя. Значит, вы пишете, что меня бросил мужчина. Ну, давайте сразу так. Если вас бросил мужчина, значит, что? Значит, ему с вами было некомфортно. Даже если он вас использовал, даже если он вас использовал, все равно он делал это до определенного момента. Да? То есть вот, если определенный момент, мужчина вас использует, потом бросает. То есть никакой любви нет. Вы об этом сами говорите. Что любви нет, есть зависимость, значит, любовная и так далее. В этом случае, в случае, если это была любовная зависимость, и в случае, если вы понимаете сами, что, в общем-то, вам только на пользу, то есть вы расстались, то почему же вы тогда расстроены? А расстроены вы потому, что те ваши желания и потребности, ради которых вы в эти отношения вступили, ради которых вы ну, поверпывали, скажем так, с собой, те потребности и желания, ради которых вы наступили на свою гордость, перестали удовлетворяться? Сейчас, на данный момент, они перестали удовлетворяться? И именно потому, что они сейчас перестали удовлетворяться, вам и плохо. Вы говорите там дальше, что у вас упала самооценка. Вы говорите там дальше, что вы себя чувствуете хуже, и вообще ваше мнение о себе, ваше мнение о самой себе, оно очень сильно изменилось, оно очень сильно упало. И вот вопрос, вопрос, который я хочу вам задать. Как так получилось? И почему что ваша самооценка зависит от, ну, или впала в зависимость, от другого человека? ведь слово самооценка означает, что я сам, или в вашем случае, в вашем случае, я сама оцениваю себя. Но получается, да, получается это так, что вы себя не оцениваете? получается это так, что вы сами себя, как бы, принижаете, как минимум, раз ваша самооценка варьируется в зависимости от того, как с вами ведет себя другой человек. и получается, что вы в себе изначально не были уверены? Скорее всего, даже еще до того, как вступили в отношения с этим мужчиной. Вот, это важно. Об этом, об этом нужно подумать. Нас связывал только секс, пишите вы. После всего этого обязательно не по себе. Ну, давайте здесь мы с вами сразу скажем так. Если вас связывал только секс, значит, вам этот секс был нужен. Правильно же? Ну, вы не стали бы соглашаться на секс с мужчиной, если бы он вам был ненужен. Давайте теперь подумаем с вами немножечко в другом направлении. Если вы соглашались на секс, если вы согласились на секс, понимая, что вас связывает только он, значит, а, если вы так сильно переживаете, если вам так сильно плохо сейчас, значит, в этот самый секс вы вкладывали что-то большее, что-то гораздо большее, чем просто секс, было вам нужно, даже не было нужно, а нужно до сих пор. Отсюда вам я задаю вопрос, какое значение для вас имеет секс? какое значение для вас имеют интимные отношения? Вот на эту тему вам нужно постараться подумать, потому что именно от того, как вы воспринимаете интимные отношения, именно от этого зависит ваше будущее. Потому что, скорее всего, вы надеялись, что секс с мужчиной к чему-то приведет. Вы надеялись, что, может быть, вы станете близки, вы надеялись, что, может быть, у вас наладятся какие-то, ну, более такие близкие отношения. Вы надеялись на то, что через секс вы сможете с мужчиной сблизиться. секс давайте будем честны. Для мужчины секс это совсем не то же самое, что секс для женщины. Поэтому либо вы об этом не знали, либо вы предпочли об этом забыть. либо вы предпочли это проигнорировать. Потому что вы, вступая в сексуальные отношения с мужчиной, не могли не знать о том, что для него секс это просто секс. значит, ваши надежды продиктованные опять же желаниями, которые у вас изначально были, повторюсь, еще до того, как вы вступили с ним в отношения и двигали вами на протяжении всего пути ваших отношений с ним. И соответственно именно это является главным моментом. Именно это является главным аспектом при рассмотрении вашей ситуации. Далее, после этого немного как-то не по себе. Ну, естественно, вас использовали, вас унижали, вы на что-то надеялись, теперь вас бросили, и вам, естественно, некомфортно, вам, естественно, неуютно, вы, естественно, чувствуете себя плохо, потому что вы понимаете, что для мужчины вы не были полноценным, равноправным партнером. Для мужчины вы были, ну, просто-напросто средством, средством для удовлетворения своих потребностей. Средством быть неприятно никогда. Поэтому, сне средством всегда просить, пожалуйста, быть неприятно. Это нормально. Нормальная реакция, нормальное поведение. поэтому тоже вам не по себе это опять же естественно. И это чувство, как либо оно ни было, будь это, например, чувство вины, допустим, будь это сожаление о потраченном времени, времени, допустим, будь это разочарование, будь это что-либо еще, это чувство призвано вам понять, что и почему вы сделали не так. Это чувство призвано вам напомнить о том, что в этой ситуации вам лучше больше не попадаться. То есть не нужно избегать вот этого чувства, которое у вас сейчас есть, не нужно пытаться от него избавиться, оно необходимо, оно нужно вам для того, чтобы вы запомнили на уровне рефлексов, на уровне инстинктов, на опытном уровне, чтобы вы запомнили, что так поступать, как вы поступали, больше не следует. Далее, вы пишите нет сил и сумасшедка упал. Ну, я полагаю, что нет сил у вас, потому, что вы очень много своей энергии тратили на этого человека и делая это, то есть, вот, используя свою энергию для того, ну, для этого человека, используя эту самую энергию, вы, естественно, забывали о себе. и забывая о себе, вы, конечно же, жертвовали собой, жертвовали собой, вы себя опустошали, и именно из-за того, что вы себя опустошали, именно из-за того, что вы себя опустошили, у вас сейчас и нет сил. Опять же, вам вполне можно, для вас вполне возможно просто-напросто, ну, какое-то время пожить для себя. И если вы какое-то время поднимете для себя, если какое-то время вы, ну, просто побудете с тобой, если вы не будете в обязательном порядке, да, стремиться, стремиться сейчас жить для кого-то, то, опять же, это нормализуется, вы отдохнете, вы привыкнете, вы научитесь, ну, как научитесь, привыкнете жить для себя, и, в общем-то, ваши сфиксы восстановятся. Со временем вы свои силы назад вернетесь. А вот что не вернется без определенной работы, это, конечно же, ваша самооценка, потому что это довольно серьезно. Мужчина вас бросил, потому что таковы были его желания, мужчина вас бросил, потому что таковы были его потребности. и исходя из этого нельзя проектировать его поведение на себя. То есть, опять же, ваша самооценка упала не из-за того, что он с вами так себя повел, а ваша самооценка упала потому, что вы сами о себе изначально думали хуй. Либо вы были в себе не уверены, либо вы чего-то боялись, и вот то, чего вы боялись, случилось, вы получили подтверждение, и теперь из-за этого ваша самооценка упала. Либо у вас изначально, например, с детства или подросткового возраста или после каких-то неудачных моментов в вашей жизни были неверные представления о себе. Соответственно, эти самые неверные представления о себе, то есть, то, что вы о себе думаете, нужно как можно подробнее разобрать. Прямо вот я предлагаю вам выписать, как вы о себе думаете, какая вы и почему, чем это обусловлено, и опять же вопрос, почему, и как это можно поменять, то есть, что можно сделать, чтобы это изменить, и нужно ли это изменить. То есть, сейчас вы, скорее всего, хотите стать другой, сейчас вы, скорее всего, думаете о том, как бы вам поменяться, как бы вам быть не той, какая вы есть сейчас, но ведь парадокс в том, и правда в том, что вы такая, вы такая, и это прекрасно, это ваша индивидуальность, и это замечательно, это здорово, понимаете, просто вы не совсем верно, не совсем правильно использовали свои индивидуальные особенности, свои индивидуальные черты, и они сыграли с вами злую шутку. По сути, по сути, это единственное, что вам нужно исправить, то есть, чтобы вы не действовали себе во вред, чтобы вы могли устанавливать свои личные границы, и чтобы дальше эти границы дело никогда не заходило. Для того, чтобы становить свои личные границы, нужно понимать, чем руководствуете вы в отношениях, какими ценностями, какой мужчина вам нужен, и для чего, что вам, например, самой нужно, опять же, и опять же, для чего, понимаете, и вот эти все вещи, эти все моменты вам нужно как следует для себя подобрать. И понять, возможно, с помощью психолога, возможно, самой, если угодно, но нужно понимать, что зависимость любовная, которая у вас была, она никуда не делает. она как была, она так и осталась. Потому что ведь это не вы вышли из отношений, это мужчина с вами вышел, мужчина вышел из отношений с вами. Это значит, что если бы он не вышел, то вы бы так и продолжали находиться бы в этой самой зависимости, а значит, ничего не поменялось. Поэтому те факторы, которые обусловили ваше попадание, ваше попадание в зависимость, или ваша, ну, скажем так, склонность к зависимым отношениям, склонность к зависимости от мужчины, они остаются. И вот эти факторы нужно скорректировать, чтобы больше они за собой такого не влекли. Понимаете, надеюсь, о чем идет речь. Дальше, я не знаю, как прийти в себя. Ну, отчасти, я вам уже ответил, как вам прийти в себя, и первое, что нужно сделать, это уже сейчас дать себе возможность побыть слабой, дать себе возможность пожить для себя и делать только то, что вам, например, нравится, делать только то, что вам по душе, заниматься только тем, что интересно вам, и вообще посвящать, посвятить, посвятить как можно больше времени именно себе. Это вот, пожалуй, это, пожалуй, самое главное и одно из самых важных и простых действий, которые вы можете сделать самостоятельно, сами. Вот. это, пожалуй, и является первой, так сказать, помощью. Дальше вам нужно делать какие-то вещи, которые доставляют вам удовольствие, то есть просто подумать, что вам доставляет удовольствие, что вам нравится и заниматься этим. Если есть необходимость, то воспользоваться услугами, например, салонов, салонов красных высоты, чтобы сменить, сменить, например, свой имидж, чтобы сменить свой внешний вид, это очень часто помогает, очень часто это помогает женщине обрести вот эту вот так нужную ей гармонию. Потому что самостоятельно женщина зависит от того, как она себя ощущает. Ощущаете вы себя понятно, как, не очень хорошо сейчас опять же именно из-за того, что мужчина с вами вот так поступил, да, мужчина с вами вот так себя повел, и это очень плохое поведение с его стороны. Помимо этого, помимо этого, нужно обязательно перестать себя винить. У меня вот сложилось такое впечатление, что вы себя винить. А винить себя не надо, потому что достаточно вспомнить, какую цель вы преследовали, когда вступали с этим мужчиной в отношения, достаточно вспомнить, для чего вы с ним вступали, ну, в ту же, в ту же, допустим, интимную связь. Вот для чего. Достаточно вспомнить это, чтобы подтвердить тот факт, что вы не виноваты. У вас какие-то желания были, у вас какие-то значит, значит, попредности были, и вы старались эти попредности удовлетворить. Это, и это, это нормально. то есть нормально старались удовлетворять свои потребности, нормально пытаться их удовлетворить, просто вы это делали неправильно. Но неправильно вы это делали, возможно, потому, что не умеете по-другому, не научены вы по-другому, не привыкли вы по-другому. Соответственно, это можно и нужно исправлять и корректировать. Опять же, было бы, было бы ваше желание. Поэтому, исходя из этого, я думаю, что если вы себя вините, то не стоит этого делать в любом случае, потому что вы ни в чем не виноваты. Гад, не виноват, и мужчина, который вас бросил. он поступал так, как ему хотелось, он поступал так, как изначально ему было интересно, он так поступал, и собственно, вы об этом знали, просто вы надеялись, у вас были другие ожидания, которые, в свою очередь, связаны с потребностями и желаниями. Вот. И из-за неправильной реализации их вы попались в эту самую зависимость. Он меня растоптал морально и физически. Так, ну, морально он вас растоптал только потому, что вы позволили, вы позволили ему это сделать морально. То есть, человек нарушал ваши личные границы, вы позволяли ему нарушать ваши личные границы, и вы, что гораздо важнее, позволили себе эмоционально вовлечься в то, что мужчина нарушал ваши личные границы, то есть, ему ответят на его нарушение. Привитивный пример, который можно привести для иллюстрации данной данной его картины будет следующее. Вы идете по улице и кричат дурак или дура как угодно. Вы же не будете оборачиваться? Нет. Если у вас все хорошо, даже если крикнули вас, потому что в тот момент, когда мы отвечаем на нарушение границ, мы позволяем себя унижать. А почему мы отвечаем на нарушение границ? Для этого всегда есть субъективные причины. Неуверенность, страх, желание доказать что-то себе и другим. если неуверенность в себе и страх могут появляться во взрослой жизни, то потребность доказать что-либо себе и другим, как правило, всегда идет только из детства. Так что, если у вас есть что-то подобное, нужно разбирать детско-родительские отношения, кому и что вы пытаетесь доказать и почему. А вот если вы растоптаны физически, здесь требуются обязательные прояснения. Естественно, в приватной работе, в приватной форме как именно вы были растопканы физически, почему, был ли причинен вам вред физический, соответственно, был ли факт, например, насилие, изнасилование вас и так далее. В этом случае вам стоит обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы начать уголовное преследование человека, а вам самой опять же необходимо обратиться к психотерапевту, потому что у вас травма, и эту травму нужно пролечивать, и, возможно, в том числе и медикаментозно, там нужно в любом случае ставить диагноз и исходить уже из него. Далее. Обещаний слышало миллион. Ну, опять же, не очень понятно, понятно, что, как вы хронологически, как вы хронологически сопоставляете это. То есть, понимаете, вы говорите, это была любовная зависимость, вас связывал только секс. Исходя из этого, я делаю вывод, что вы понимаете природу ваших отношений. Но вы тут же говорите, что обещаний было миллион, и здесь сразу как бы понятно, что вы надеялись на что-то больше, и опять же, это противоречие. То есть, как можно надеяться на что-то большее, если вас связывал только секс? Как можно ожидать от мужчины серьезного, например, к себе отношения, если вы вступили с ним в интимную связь? То есть, как можно рассчитывать, что мужчина будет вас серьезно воспринимать? Я понимаю, что вам, наверное, неприятно и больно это слышать, но лучше, если вы для себя сразу сейчас это постараетесь понять, что если вы ведетесь на обещание, если вы позволяете себе верить обещаниям, которые дает вам мужчину, это означает, что вы надеетесь на что-то большее. Если вы надеетесь на что-то большее, значит, для этого есть основания. Понимаете? То есть, если основание полагает у вас, что вы чего-то большего достойны. Это так. Вы достойны чего-то большего. но только при соответствующем поведении вас никто не примет просто так. Безусловно. Вначале, по крайней мере. И мужчина, даже если он высказывает вам симпатию, ему нужно за вас обязательно побороться. Это необходимо. необходимо, мужчина за вас боролся. Необходимо, чтобы мужчина как бы за вами ухаживал. Необходимо, чтобы мужчина как-то лучше даже, чтобы он конкурировал конкурировал с другими мужчинами. Вот даже как лучше. мужчина если этого нет, если этого не происходит, то соответственно нет никакой возможности у мужчины ценить вас. А если он не ценит вас, то соответственно и свои обещания, какие бы он не давал обещания, он не выполнит никогда. Потому что чтобы выполнить обещания, ему нужно как раз таки вас ценить. Ему нужно ценить вас и ценить то, что он обещал. если обещает человеку, которого не ценит, то очень мало вероятно, очень маленькая вероятность того, что он эти обещания выполнит. Кроме того, не совсем понятно, почему вы верили мужчине на слово. Именно на слово почему верили. Ведь мужчину судят по поступкам, а не по словам. Значит вы хотели верить мужчине? А если вы хотели верить, значит у вас и были ваши желания, у вас и были ваши потребности, которые вы, к сожалению, не удовлетворили сами, а решили сделать это через мужчину. Ну и естественно, конечно же, из-за этого у вас и образовалась зависность. По-другому быть не могло. Далее. Толку было ноль. Ну, надо сказать, что здесь, если вы говорите о толке, о толке, то толк это очень такое понятие, не точное понятие. То есть, если мы говорим с вами о толке, то мы говорим об ожидании. А ожидание это очень деликатная вещь, потому что, например, вы ожидали чего-то от мужчины, он вам этого не дал, или не мог дать, или не дал, скорее всего, не мог. Как правило, мужчина и вообще любой человек не дает не потому что он не хочет, не потому что он, знаете как, специально, целенаправленно, не желает, а именно потому что у него нет возможности. У него нет такой возможности вам дать то, чего вы хотите. И как бы именно из-за этого, как правило, возникает радость в ожиданиях. То есть он обещает что-то, вроде бы вы ждете, что он это даст, он этого не дает, вы из-за этого перешиваете, расстраиваетесь, прессируете на себе. То есть вы думаете, что он вам не дает чего-то, потому что вы такая плохая. А действительно, что он не может. Ну, или не хочет. Что бывает реже, но все же бывает. Опять же, если он не хочет, то важно задать себе вопрос, если он не хочет, а я все равно с ним, то чего я жду? Чего я жду? Для чего я с ним? Понимаете? Вот это очень тоже такой важный момент. То есть важно, чтобы вы как бы вот свои ожидания либо грамотно доносили до мужчины, мотивируя его их оправдывать, либо принижали их и корректировали до уровня того, что может реально сделать ваш партнер. В противном случае нужно искать другого мужчину. Так, он меня очень сильно потрепал вас в тех смыслах. Опять же, вы позволили ему это сделать. Унизил, манипулировал мной. Ну, вы позволяли ему манипулировать собой. Про унижение я уже сказал. чувствовать, что по мне танк проехался. Ну, правильно, вас ни на что не вставили, вас не уважали, к вам не относились бережно, к вам относились, по сути, как к средству и вот отсюда такое ощущение. Скажите, пожалуйста, как прийти в себя и больше не наиваться на такую сволочь обаятельную. Как прийти сказал, как прийти в себя? Чтобы не нарваться на такого человека, нужно понять и в первую очередь вам самой, что это заставило с этим человеком вступить в отношения. Что это заставило вас? Какие у вас были потребности, желания, ожидания, чем были продиктованы в конце концов. Да? Это вот такие важные моменты. Потому что вас же в нем что-то привлекло, вас же, он же вас как-то очаровал, очаровать это можно только в том случае, если человек получает и видит то, чего он хочет. Ну и, конечно же, самооценка. Самооценка это вообще очень важный момент здесь. Потому что если у вас самооценка хромала, если у вас самооценка была занесенной, то естественно, конечно, вы этого мужчину видели, как способ свою самооценку поднять, и ваше восприятие себя напрямую зависело от того, с ним вы или нет. Ну и зависит, надо сказать, от того, с ним вы или нет до сих пор. То есть здесь ничего не изменилось по сути. Вот. То есть нужно вам самой вырабатывать в себе адекватное и адекватное, правильно, грамотное восприятие себя. Чтобы это не зависело от других людей. Всегда. Никогда. Чтобы это всегда зависело только от вас. Как я воспринимаю визу себя, так меня, так никто меня не воспримет, не увидит до определенного момента. Поэтому не нужно вот в своем восприятии себя, в своей оценке себя ориентироваться на других людей. Потому что другие люди всегда преследуют свою цель, давая вам какую-то оценку. Например, мужчина, который с вами вот так себя повел, ему была нужна такая женщина, как вы. Для чего? Чтобы сумму утвердиться за ваш счет. ему нужна была такая женщина, чтобы реализоваться за ваш счет и повысить свою самописку. Ну и совершенно очевидно, что такой мужчина, он в любом случае всегда любой женщине, кем бы она ни была, будет отдавать определенную роль, будет отдавать определенную позицию и будет ее искусственно принижать. Потому что ему не нужна другая женщина. Ему не нужна такая женщина, с которой он бы чувствовал себя, например, партнером. Потому что он в себе не уверен. Опять же, понимаете, вот я вам об этом и говорю, что когда вы ориентируетесь на мнение, человека а не на себя, то и получаются вот такие ситуации. И конечно же, если вы видите такого вот мужчину, который опять будет вас принижать, опять будет открывать вам правду на то, какая вы есть, то естественно, естественно, ваша самостоинка будет падать и вы будете в зависимости. Потому что а у вас нет четкого понимания, какая вы и кто вы и б возможно, вам комфортно данная позиция. То есть, возможно, она вас привлекает. Я, конечно, не могу этого утверждать наверняка, но вполне возможно. особенно если вы боитесь попасться вновь на такого же мужчину. Значит, понимаете, что у вас ничего не изменилось пока, а притягиваете вы именно такого мужчину или таких мужчин. И это не вкратце. Вы говорите, он меня старше. Опять же, здесь сразу вопрос, чем обусловлен выбор мужчины старше себя? Не означает ли это, что вы хотите, например, перенести ответственность себя на другого? Не означает ли это, что вы, например, ищите родителя в своем мужчине? Не означает ли это, допустим, что вы, скажем так, имели проблемы с отцом, имели проблемы с отцом, допустим? ищите родительскую подвесу, в своем молодом человеке. Опять же, понимаете? То есть, ситуация, ситуация, ситуация заключается именно в этом, в том, какой мужчина вам нужен и для чего, и почему именно он, именно такой мужчина, да? Вы говорите дальше, я глупая попалась в его сети и так жестоко. Вы попались в его сети, потому что хотели попасться в его сеть. Вы бы не попались в его сети, если бы у вас были удовлетворены свои потребности. Вы не попались бы в его сети, если бы у вас все было хорошо, потому что в этом случае вы бы выступали как равный партнер и при малейшем принижении себя дали бы отворот в поворот мужчине сразу, моментально. вы же этого не сделали, вы не сделали этого, вы не поступили так, вы не стали так делать, и это означает, что на одно были причины. Мужчина мог сколько угодно расставлять сети вам, он сколько угодно мог это делать, но ваше право попасться в них или нет, вы попались, и еще раз повторю, на это были свои причины. Какие причины, конечно, нужно выяснять, ибо информации о вас очень мало. Вы не глупые, просто вы были ведомы своими желаниями. Он из вас веревки ввел, опять же, потому что вы были зависимы. Зависимый человек, это человек, движимый своими желаниями. Кстати, зависимость может еще возникать из-за пустоты. Это некая такая пустота. Например, если ваши родители вели себя с вами отстраненно, допустим, то у вас выработалась уверенность, чувство, ощущение, что вы недостаточно хороши, что вы недостойны любви и так далее. и в этом случае мужчина вам нужен был для того, чтобы доказать себе, ну, в первую очередь себе, конечно, что вы достойны любви все-таки. И именно поэтому он вил из вас веревки. то есть в данном случае успешность его поведения напрямую зависит от того, как вы воспринимаете то, что происходит. Если бы вы не были бы в определенном кризисе, если бы у вас все было в порядке, то никаких веревок он бы из вас не видел. Интересно, почему он так со мной жестоко. Ну, вот здесь вы тоже совершаете ошибку. вы задаете вопрос, почему он со мной так жестоко. И тем самым говорите о другом человеке. А нужно говорить не о том, почему он с вами так жестоко, а нужно говорить о том, почему вы, почему я позволила так с собой поступать. Почему я попалась на такое отношение к себе, и почему я его не прекратила. А у мужчины, у него может быть очень много на самом деле мотивов, у него может быть очень много ну, очень много аргументов для того, чтобы так поступать. Далее вы говорите про свои чувства. Вы говорите, что у меня были чувства. А опять же, опять же, момент здесь какой. Если у вас были чувства, что вы мужчину что? Ну, любили. Любили. Если вы мужчину любили, то вы желали ему счастья. Ну, я надеюсь, что любовь для вас это именно это. и если он вас бросил, значит, он перестал быть счастливым. И сейчас, где бы он ни был, он более счастлив, чем с вами. А значит, вы, как любящий человек, должны быть, по идее, довольны. Но если вы с ней довольны, а вы говорите, что вам плохо, значит, дело здесь не в чувствах. У вас есть чувства, они не учили, но они были не к нему, а к себе. К себе через мужчину. Вот это является куда более правдивой картиной мира. Потому что, будь у вас чувство к мужчине, скорее всего, плохо бы вас не было, не было бы, потому что вы хотели бы делать его счастливым. Но сегодня они улетучились. Ну вот еще один момент, что чувства не могут улетучиться вот так вот сразу. Они либо есть, либо их нет, конечно, но сразу они улетучиться не могут. Они у вас будут, они у вас будут еще какое-то время, и это нормально. Они опять же нужны вам для того, чтобы вы запомнили эту ситуацию и никогда больше в нее не попадали. Это необходимо. Поэтому я полагаю, что вы себя обманываете, я полагаю, что нужно несколько скорректировать ваше направление мыслей с того, почему со мной так поступили, на то, почему я позволила так с собой поступить. И я думаю, что это будет ключевой момент для вашего возвращения в нормальную жизнь. Это будет ключевой момент для вашей реабилитации в первую очередь по отношению к самой себе. Не нужно никому ничего доказывать, но нужно говорить о себе. Не о мужчине, как о таковом, а именно о себе. О том, почему я оказалась в таком вот состоянии, в такой вот ситуации. Как получилось так, что я в этой ситуации оказалась. На этом все. Надеюсь, что помог вам информации. Конечно, мы предоставили немного, поэтому ответ соответственно вам был довольно-таки поверхностный, но я надеюсь, что если вы выберете эксперта и поработаете с ним более-более подробно, то проблема примет более четкие очертания. если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удача.